Корональное смещение противопоказаний Это четвертый класс, но это фактически просто делать невозможно Потому что когда сосочка нет, нечего, не к чему пришивать И некуда перемещать Просто невозможно будет коронально переместить лоскут и зафиксировать его Но для четвертого класса есть свои методы Как оказалось, мы их теперь не отправляем и не выбрасываем И берем этих пациентов в том числе Наличие тяжелых уздейчик достаточно условное для верхней челюсти Но вообще не является противопоказанием Для нижней челюсти является противопоказанием Надо внимательно смотреть, насколько критично Какая у вас толщина прикрепленной десны Какой биотип, какое наличие вообще Есть ли прикрепленная десна, какой класс рецессии И узкие щелевидные дефекты В которых очень высокое прикрепление костное И где вы будете не способны этот лоскут коронально никуда не сдвинуть, не переместить Но может быть мануально получится Он у вас выпрыгнет обратно Это 100% А вот скажите, начали виды Вот на них начали Только в ней методики Почему? Вот я же вам показывала Сегодня В трансплантате Почему? Вот мы в один Более широкий берем То есть заводим за края Да Да, как тоннель пошире Просто чуть-чуть, чтобы питание было побольше И его мобилизнуть И свести Просто однослойный вот этот метод Который был свой Помните такой Называется он двойной сосочковый метод Когда они вырезали и сшивали Он облезает без аутотрансплантата Он как бы Она собственно слизистая Он не может на корне просто так держаться Ему все равно нужна какая-то там Как муфта вот эта такая мощная Поэтому Да, с трансплантатом почему нет? Ну или латеральным перемещением Если там шикарная Ну обычно там ничего нет шикарного Да, поэтому я и сказала Что Ну вот бывает, что выстреливают Такие узкие, одиночные прямо И я вот их стала Вот так вот сшивать Просто расширяю чуть-чуть зону вмешательства И вот этот тоннель Ну уже все равно вы оперируете этого пациента И от того, что вы меминизируете это вмешательство Толку-то никакого не будет Методика Все как всегда Разрез, дизайн И поехали Пожалуйста Так я сейчас все это буду рассказывать вам А вам последовательность нужна? Хорошо, хорошо Фотографируйте Можно, да? Все успели Пожалуйста А как вам удобно? Вот на этом или на этом телевизоре Чтоб я показала? На том? Да, ну понятно Если надо, я покажу два раза Хорошо Дизайн разреза Абсолютно классики Ничего не урода Вот это Называется Анатомический сосочек Вот это Вот это основание сосочка Ни у кого нет вопросов Точно все понимают Вот это зенит рецессии Вот он Это вершина Анатомического сосочка Мы измеряем глубину рецессии И это значение Откладываем От вершины Анатомического сосочка В сторону основания сосочка И здесь ставим точку С одной и с другой стороны Аппроксимально Это точки Новых хирургических сосочков Которые мы сейчас будем моделировать Вы делаете разрез Вертикальный От этой точки вверх Крапециевидно расширяясь С широким основанием наверх Как все парадонтальные лоскуты Они должны быть широким основанием Крапециевидным наверх То же самое вы делаете С другой стороны Вот дизайн вашего лоскута Теперь вы берете скальпик И начинаете моделировать Хирургический сосочек Для его основания По возможности В среднем и толстом биотипе Он расщепленный То есть надкосница И часть синистовканных волокон Остаются на принимающем ложе С этой стороны то же самое А вот эта часть Откликаемая рецессия Она у вас Должна быть полнослойной Если вы работаете В тонком биотипе Или в критический тонком биотипе Это сделать невозможно Не надо ничего пытаться Вы просто делаете Все это полнослойно Без всяких расщеплений Дошли до мухогенгривальной границы И начинаете Все это ослоили Я ослою его сразу скажу Только скальпингом Я спатором не пользуюсь Таких И начинаете выходить В зону мобилизации Расщеплять дальше слизистую До всю высоту вертикальных разрезов Вертикальные разрезы Проводятся до того Ощущения Чтобы лоскут был мобильным И свободным Здесь нету никакой Точной длины Или его протяженности Мы когда будем это делать С вами на биологических моделях Вы увидите это Как вас освобождается Вы прямо будете держать Одной лоскут пинцетом Анатомическим и травматичным И прямо будете чувствовать Как он становится свободным И уходит вот это натяжение Которое его держало Мобилизация Дизайн готов Лоскут готов Деэпитализируем Оставшуюся часть Анатомического сосочка Нашим традиционным Острым методом И перемещаем Лоскут слизистой Пластичной Коронально И посмотрите Что у нас получилось Деэпитализированная Поверхность Анатомического сосочка Переместилась С расщепленным Хирургическим сосочком И переместилась Ровно на его позицию Вот сюда Межзубное пространство А эта полнословная часть Вместе с насквозницей Закрыла область лицессии В том случае Если она там есть Если это первый класс Если ее там нету То мы используем Пластический материал В зависимости от алгоритма Наших отягощающих факторов Согласно таблице Здесь будет Либо тверная мозговая Болочка Либо трансплантат Свободный Десневой депритализированный Он зафиксируется Двумя узловыми швами Сверху лоскут И все начинает Ушиваться Для того Чтобы зафиксировать Вот эти два сосочки Друг к другу Есть специальный шов Он называется Двойной Оббельной Кисетный шов Он очень хороший шов Очень удобный Я им пользуюсь Не только в таких случаях А еще во многих других Когда я работаю И в области имплантата В том числе Поэтому мы его обязательно С вами освоим Так, чтобы вы все Умели его делать Первый протокол Фиксации Здесь ничего менять Нельзя Здесь делается Именно так Показано по методу Двойной сосочковый Оббирной Кисетный шов Завязали Сосочки совместились Второй шов Делается в самом Опекальной точке Вертикального разреза Этот шов Субкристальный Вы опять Прошиваете Через надкостницу То же самое Вы делаете С другой стороны Поскольку У вас два Вертикальных разреза Дальше Вертикальные разрезы Ушиваются Обычными Межапитериальными Швами Нравятся Узловые Одиночные Пожалуйста Не нравится Шейте Можете шить Непрерывным швом Я шью Все непрерывными Швами Мне так удобно Меньше Узловые Если у нас Был пластический Материал Дальше Накладывается Кристалл Бразный Шов Обязательно Прижимающий Фиксирующий Все зубы Обрабатываются По единому Протоколу Ничего Вообще От метода Уже ничего Не зависит Мы специально Его разобрали В самом начале Чтобы Даже не возвращаться Единый Протокол Все У него Другого Ничего Нет Есть у вас Вопросы По тому Что Сейчас Мы Разобрали Да Ну как На практике Вы это Сами будете Делать Это Уже Должно Вложиться В голову И Дальше В руки Отправиться 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok